всем привет хочу сегодня показать заехал взял рыбу у нас тут магазинчики есть рыбные взял форель семгу и кита вот это у нас идет семга это идет вроде какая-то из них форель вот это форель это это идет кита за это все дело короче отдал четыре тысячи четыреста пять рублей вот семга премиум чили 2500 стоят а два с половиной килограмма 945 рублей стоит стейк форели это у нас идет 850 и кита 465 вот это с головой это семга это самая жирная рыба помнишь мы покупали кушали такая прямо много не скушаете потом идет по жирности форель она чуть подешевле вот это 945 рублей это 850 рублей и кита 465 рублей тоже считается но как бы из этой категории рыб красная рыба минимум костей и еще купил это уже отдельный ценник вот это это 400 рублей примерно получилось это рыба моего детства но не действует даже студенческой жизненной копченая рыба минсаль открою это мы брали такую рыбу потом брали хлеб сидели кушали короче с пацанами да да копченая уже кушать можно и еще грузинским таким али продавалась вот тут чесноком идет 365 грамм стоит 200 с чем-то рублей в общем это рыба и вот это 400 рублей вроде взял это же прикольно будет покушать вот она рыба мечты держись да только тогда вложили эту рыбу там побольше сверху прям кусай до кусаешь попробуй там внутри бывает кстати этот икра милан очка с хлебом мама как раз хлебушек сделала вот у нас свой да вот хлебушек муж чё как тебе вкусно рыбка вот такую рыбу я ел когда был студентов но это мы покупаем в общем так сказать на запас чтобы периодически кушать рыбу витамины и все такое вот сейчас я хотел сделать вот эту форель покушать а это мы уберем на следующей неделе в неделю раз хотя бы нужно вот такую рыбу кушать и мне как-то подписчик один написал прям даже в личку написал я не знаю почему говорит я приезжал приезжал в уфу чё это у вас за цены такие почему ты типа завышаешь цены на рыбу ну типа выпендриваясь и понтуешься что ли то ли это подросток то ли чё вроде зашел взрослый мужик этот в контакте пишет якобы я завышают цену на форель нет ну типа я говорю очень дорого она стоит там что-то 250 300 рублей килограмм по россии она так стоит а я понимаю чтобы выпендриться говорю вот я покупаю нету смысле понятно что каждому но смотри вот чек форель 850 рублей ты где-нибудь дешевле видела мы в метро заезжали да там такая же цена на рынке обычно заезжаешь в принципе такая же цена но не 300 рублей ну вот напишите сколько у вас форель стоит семга форель например ценник просто чувак там накатал целый текст такой как будто вот я вру по поводу цен вот придумывать что я покупаю рыбу дороже чтобы этим выпендриться нет но прям там знаешь так так написано понятно что это вроде как взрослый человек и он прям разбирается в рыбе он там рынок чего-то то-то вот обычный как бы ребенок такой не будет писать и прям прописал я думал блин может реально я покупаю слишком дорого прямо сам за сомневался ну вот да из-за этого говорю напишите тогда реально сколько почем вы покупаете форель да в каком городе где это продается и свежее что было ну вот нормально относительно как бы свежие все всем пока всем привет всем привет оля тут решила сделать пирог я тут купил тесто сегодня только сегодня утром соли разговаривали я говорю давай попробуем хачапури сделать это если кто не знает хлеб так виде лодочки там внутри сыр и яйцо на нет может кто-то не знает и тут долго обсуждали из какого теста должны это да я вообще говорю из чего-нибудь просто не заморачиваться взять готова какое-либо тесто и сделать это хачапури просто хочется вот именно вот это поесть вот я короче заехал магазин между делом купил два теста положил здесь две штуки там еще одно кстати есть такой же открой там нет там 3 открой показать смысле и поехал потом по делам как раз съездил этот купил еще рыбу я вообще даже думал может быть сделать рыбачки туда пачапури закинули приезжаю а оля мне говорит вот такое тесто я не оля даже говорит это был типа намек что что-нибудь приготовь из этого но при том что оля уже как бы наготовила и все такое я-то это оставлял не чтобы там моли я сам хотел я просто положил чтобы она типа там растаяла при комнатной температуре и сделать лодочку накидать туда сыра там яйцо закинуть и попробовать хачапури сделать оля получите вот видите как бывает жизни вот ситуация вообще про одно человек сам что-то додумывает про другое и получается непонятно по поэтому нужно всегда выслушивать обе стороны для этого существуют суды нет я это оставил чтобы приехать сделать хачапури а я приезжаю оля делает уже и в итоге мы получаем пирог хачапури отменяется пока ну чё это как бы столько уля сделала так вот ролик сегодня про олен пирог но этот предварительное введение было и ты два теста до использовала два вот таких теста здесь идет по 500 грамм 2 единицы слоеное дрожжевое быстро размораживается традиционный рецепт ну таких тестов очень много всяких разных есть у нас вот такое продается я просто посмотрел здесь на рисунке что ты же говоришь это в виде хлеба должно подниматься что хотя паре получилось а то в слоеном будет развалится все это не да а я смотрю дрожжевое без дрожжевое сколько такой блины за запутанная история слоен не слоен дрожжевое без дрожжевое для хачапури что надо кто-нибудь если делает хачапури напишите какое вообще надо можно чтобы это быстро да быстро использовать короче и оля делает ну вот какая разница то смотри ты же делаешь что из этого хачапури нельзя сделать что ли так же он поднимается все и ты что туда добавила так это что получать а курник большой курник так что сейчас оля достанет это разрежем будем кушать курник но в принципе такой же хачапури получился но я что-то такое хотел что-то типа нет прям пирог я не хотел что-то типа сосиска в тесте вот такую знаешь студенческую какую-то штуку иногда хочется просто покушать гамбургер но не тот гамбургер стрёмно вот этих макдональдсах а такой домашний формат что-то так что вот оля подогнала хорошую тему а я хотел это сделать типа хачапури и потом форель духовке еще сделать потом ее чуть-чуть раскрошить и сверху насыпать и был бы форелевый хачапури так что вот так